Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о предпринимателях, о предпринимательском сообществе, которое у нас возникает, формируется практически хаотично. У нас в студии находится партнер центра «Мой бизнес» Иван Блохин. Вот с ним, собственно, и будем сегодня общаться. Здравствуйте, Иван. Иван, ну действительно, я правильно сказала, что у нас вот так вот как-то самостоятельно сформировались определенные предпринимательские движения. Предприниматели наконец-то поняли, что выгодно объединяться и делать что-то совместными усилиями. Вот с какого времени вы это осознали? Мы осознали это где-то, ну, порядком трех-четырех лет назад. Но я бы сейчас не сказал, что это уже сформировано, что у нас все предприниматели объединились. То есть это все-таки в зачаточном состоянии? Это в зачаточном состоянии, да. Для этого мы открыли с моим партнером центр каворкинга, где мы ожидали, что все предприниматели нашего города Благовещенска будут собираться, будут генерировать какие-то идеи, помогать друг другу, ознакомиться. Как говорится, работать с конкуренцией. Поэтому еще идет работа. Ну хорошо. Работа с конкуренцией – это вообще у нас отдельная тема для разговора, да, тем не менее. Объединение такое, зачастую люди для себя рассматривают не как плюс, а как минус. Зачем я буду с кем-то делиться своими знаниями? Зачем я буду растить себе конкурентов? Вот если в нескольких словах ответить на этот вопрос, то вы как на него отвечаете? Я всегда отвечаю, что конкуренции сейчас в данный момент не существует. Рынок, он настолько большой, настолько динамичный и быстро развивающийся, что на каждый найдет свою нишу. И каждый может быть уникальным в своем направлении. Просто нужно посмотреть, не нужно копировать, не нужно повторять за кем-то, а нужно найти себя, то, что тебе нравится. Ты же занимаешься предпринимательством. Это в первую очередь для души. Это же должно быть как развитие, улучшение, а потом уже это какой-то… Приносит финансовый год. Какой-то финансовый, да. Как правило, компании-единороги, они возникли от каких-то желаний помочь обществу. А потом уже это перерасло в коммерческую составляющую. Не зря ведь единорогами называют, потому что они все-таки редкие, правильно? Да, правильно. Пока еще. Иван, ну, собственно, я так поняла, что вокруг вашего этого формирующегося сообщества в какой-то момент стали подключаться и какие-то государственные учреждения. Да, вот в частности, Центр Мой Бизнес, это федеральная структура, он как-то вот тоже гармонично вошел, влился в вашу команду. Это давно произошло? Ну, это произошло, наверное, уже года два назад. Уже не динамично, уже мы плотно работаем с Центром Мой Бизнес. Они нам очень… и нам помогают, и мы стараемся им помочь. Вот это прошло с 2017 года, когда мы начали проводить мероприятия для предпринимателей. Они проходили на бесплатной основе. Ну, в принципе, они часто и сейчас на бесплатной основе проходят. Вот нас заметили, посмотрели, что они интересные мероприятия, что они нужны, хорошая обратная связь. Люди чаще просили проводить такие мероприятия. Ну, и Центр Мой Бизнес обратился к нам и попросил совместно поработать, совместно проводить какие-то мероприятия и… Сколько уже времени, кажется? Давать возможность нашим предпринимателям, которые приходили на мероприятия, которые обращались к нам, давать еще дополнительную какую-то помощь и дополнительные какие-то консультации уже непосредственно в Центре. То есть, если есть идеи, вот вам, пожалуйста, еще и средства на развитие. Ну, средства здесь не обязательно же, всегда средства нужны. Иногда не хватает знаний. Как правило, если это, может быть, и начинающий какой-то стартап, нужны больше знания, чем какие-то финансы. Ну, финансы, конечно, тоже нужны. Но, тем не менее, получается, что вы сейчас партнер Центра Мой Бизнес. Какие у вас функции, как у партнера? Я знаю, что вы и проводите тренинги, и мастер-классы, и бизнес-игры, обучающиеся именно… В общем, это действительно такой уже спектр огромный. Да, вы по разным направлениям сотрудничаете. Да, мы по разным направлениям сотрудничаем. Мы за два года сформировали хорошую, сильную команду «Фарватер». Мы ее назвали, где у нас хорошие специалисты и по консультациям, и по каким-то проведениям, ивентам. И мы часто проводим игры для детей, бизнес-игры со школами. Мы также в школу для детишек с ограниченными возможностями здоровья ездили. То есть мы часто пытаемся выполнять запросы, которые идут. То есть нас все больше и больше узнают. В том году проводили на базе 14 школы, 12 школы, курс молодого предпринимателя. Очень было интересно. Мы сами не ожидали, какая будет обратная связь, что детишки правда заинтересовали, сделали интересные проекты, защитили их перед принимателем, получили обратную связь. И многие из них до сих пор ходят нам практически на все мероприятия, которые мы проводим. Что касается взрослых уже, сложившихся предпринимателей, для них тоже проводятся мероприятия? Да, проводятся и крупные мероприятия, и одни из лучших спикеров нашей страны приезжают к нам, мы привозим и даем благодаря центру «Мой бизнес» билеты на эти мероприятия, где предприниматели могут бесплатно посетить их. А надо сказать, что эти спикеры совсем не из дешевых, да? Да, они очень дорогие спикеры. Это да. Ну, я знаю, что кроме того, что у вас проводятся обучающие мероприятия, есть еще такой формат интересный, который появился относительно недавно, называется он «Битва маркетологов». Что это такое? Кто там бьется? Формат «Битвы маркетологов» был задуман в прошлом году и был проведен в конце того, в третьем квартале того года. Очень понравился предпринимателям, он был действительно необычный. Кто придумал его? Ну, придумали наша команда. Наша команда, да. То есть это местный формат? Это местный формат, то есть такого до нас еще особо никто не проводил. Мы его провели на базе ТТ-магазина. Вот это было красиво, это было с верандой. То есть было пять команд, немножко расскажу о мероприятии. Было пять команд маркетологов и уже проработавшие маркетологами довольно долгое время и начинающие маркетологи. И даже были люди, которые хотели себя видеть в этой роли, но не знали с чего начать. То есть здесь была возможность попробовать себя в деле, да? Да. Было разбито на пять команд, предложены пять кейсов. Пять кейсов наших предприятий, наших крупных предприятий, я бы сказала, города Благовещенска, где команды, их разобрав, попытались сделать структуру рекламной кампании, которая бы помогла увеличить продажи тем компаниям, которые давали кейсы свои. Угу. Повторение этого формата будет? Да, повторение мы планируем в ближайшее время, только немножко формат поменять. Мы с центром «Мой бизнес» придумали немножко другую концепцию, которая заключается в том, что мы приглашаем и берем кейсы молодых предпринимателей, стартапов, которые хотели бы развить свое предприятие, свой бизнес. На территории? На территории. Ну, есть стартапы, я вам скажу, которые и мыслят… Гораздо шире? Гораздо шире, да. Вот, поэтому площадка не обязательно, что это должен быть город Благовещенск. Вот, и команды будут, работая с этими кейсами, разрабатывать как уже с тех заданиям, то есть лейдинг, то есть это приложение, таргет, соцсети, где… То есть такой пошаговый план для бизнесменов. План, да, для продвижения на рынке того кейса, который будет дан. То есть молодому и начинающему предпринимателю, я думаю, будет это очень полезно. Как он возьмет и будет внедрять, конечно, это будет зависеть от него. Но у него будет хороший рабочий инструмент. Я знаю, что в прошлый раз вам даже регистрацию маркетологов пришлось приостановить заранее, потому что желающих было очень много. Да, подскажу, что вот недавно у нас проходила дико-конференция, диджитал-конференция, где был один день по СММ, другой по СРМ. Пришлось закрыть регистрацию буквально за три дня, потому что желающих было очень много, отзывы очень хорошие. Сейчас интересный формат будет проходить 18 декабря. Она будет называться маркетинговая конференция, где мы приглашаем команду из Хабаровского. Сейчас тренер вернется из Шанхая. В чем интересен? У нас есть группа в WhatsApp, где мы в ближайшее время, 5 числа, анонсируем. И в течение пяти дней будут проходить домашние задания по этому блоку. То есть будет выгружаться в группу домашних заданий, где каждый индивидуально может отработать это домашнее задание, этот блок с тренером, который дистанционно, индивидуально будет работать с человеком. 18 числа вся команда приедет к нам в Благовещенск, на базе «Точка кипения» будет проходить это мероприятие. И весь день они будут отрабатывать уже с реальными кейсами и с реальными вопросами, которые будут возникать в ходе учебы у предпринимателей, будут отрабатываться. Вообще реально попасть на эти мероприятия, раз такой спрос? Да, конечно, реально. Будет открыто у нас также на страничке фарватера. Будет открыта регистрация. Но, как всегда, у нас ограниченное количество, где мы можем посадить людей. И также, чтобы мы плодотворно поработали с этими предпринимателями. Ну, естественно. Я понимаю, что основная задача – работают все на результат. Чтобы был какой-то результат. Иван, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, что будет повод увидеться еще. Уже все? Да. Я напоминаю, что сегодня на студии был партнер «Центра мой бизнес» Иван Блохин. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова